Девушки отдыхают Здравствуйте! Меня зовут Мария. Я устала от приключений и готова остепениться. А для этого мне нужен достойный мужчина рядом. Со мной сегодня моя подруга Надежда. И надеюсь, что она поможет мне в выборе мужчины. Мария. 23 года. Ради одного возлюбленного терпела унижение, а с другим не смогла отказаться от свободы. Мария влюбчивая натура и не привыкла жить в одиночестве. Поэтому, расставшись с одним мужчиной, ей срочно нужна замена. Мария не работает, живет в свое удовольствие на собственные сбережения. Поет, пишет стихи, танцует сальсу. Мечтает сняться в кино и открыть кофейню. Признается, что до ужаса боится насекомых и страдает аэрофобией. Предупреждает, что ее гардероб занимает большую часть квартиры. Мария не потерпит рядом с собой мужчину, который будет ограничивать ее свободу. Ищет ответственного молодого человека, который будет ее удивлять и терпеть ее вспыльчивый характер. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это вы? Два разных человека. Да. И хорошо. И хорошо, лучше, чем фотографии. Вы москвичка? Нет. Откуда вы? Я из периферии, город Волгоград. Замечательный город-герой на Волге. Из какой вы семьи? Папа учитель труда, мама преподаватель младших классов. Значит, бедная. Нет. Такое отступление. То, что мой папа по образованию учитель труда, ну, он вообще из глухой деревни, и ему удалось добиться того, что сейчас он готовит город Сочи к Олимпиаде, и действительно у него компания, которая занимается строительством, и вот от учительного труда, знаете, от, как сказать, от табуреток он все-таки перешел. Ну, тоже в строительстве, да? Да, в строительстве. В Москве сколько вы уже? Я три года в Москве. А где вы живете? Чем занимаетесь? Сейчас я живу на съемной квартире, мы снимаем квартиру с подругой, и в данный момент я не работаю. Нет, ну, удивительно, что живет в Москве, не работает, и что за сбережения? Может быть, там любовничек какой-то есть, да, Лёха? А это мы сейчас узнаем. Вы не работаете, живете на средства сэкономленные. Скопленные. И долго еще собираетесь? Ну, вообще, знаешь, как моя мама говорит, все сводят концы с концами, только они у всех разные, эти самые концы. А вы тратите в месяц сколько? Больше ста тысяч? Я не трансжирка. Нет, меньше. А у вас гардероб-то вон, полковой комнаты. А знаете, просто был такой период в моей жизни, когда я хорошо зарабатывала деньги, и весь этот гардероб. Так вот я и спрашиваю, чтобы понять, сколько осталось. Мы сейчас прям бежим мужа искать богатого, чтобы... А то пока деньги не закончились. Нет, богатого не обязательно. Вообще, меня так воспитывали, что, знаете, хочешь быть... Ой, как-то посмотри, наконец-то, бедного захотела. Нет, ну не то, чтобы... Так, да, хорошо, раз, бедного. Потому что хочешь быть женой генерала? Извини меня, выходи замуж за лейтенанта. Ну, это общие фразы. Давайте не будем спускаться до банальности. Хорошо, потому что, Мария, тем более вы так не думаете. Я так думаю на сто процентов. Моя мама вышла замуж за мужчину из глухой деревни, за учителя труда. Если бы вы хотели так, как мама, вы бы вышли за Василия тракториста. За тракториста выйти, ну, не знаю. В принципе, видно по ней, что у нее есть какие-то такие вот амбиции, что она как бы все равно не остановится на каком-то таком простачке. А что для вас свобода в браке? Объясните. Свобода в браке – это когда у каждого человека, ну, по-моему, у меня не должно быть личное пространство. Вот, допустим, у меня есть какие-то свои тараканы в голове. Я люблю писать. Я пишу какие-то маленькие там стишки, прозу. Вообще я по образованию как бы писать. А на скидку что-нибудь для настроения? Ну, так строчку, да? Которая на ум пришла. Давай-ка разобьемся зеркала, и не страшась о край порезать пальцы, закрутим мир и вновь сойдем с ума, танцуя жизнь под ритм вальсе. О, так-то так. Красиво пишет. Молодец. Глубоко мыслит. Будешь весь в романтике. И вообще. Что такого ужасного в вашем характере, что его нужно терпеть? Очень сильно вспыльчивая я и гиперактивная. Прямо сказать. Значит, она отходчивая. Отходчивая и честная, кстати, нужно заметить. А почему нужно с любимым мужчиной расслабляться и показывать свой дурной нрав, когда вокруг такое количество хороших девочек, которые умеют себя держать в руках, и лучше жить там, где хорошо. Лариса, видимо, поэтому я и здесь. Потому что я действительно, ну вот не могу, я понимаю, что я уже, в принципе, повзрослела. Мне пора учиться чему-то, учиться держать себя в руках. И, видимо, из-за меня отношения все ломались. А вот давайте на примере ваших прошлых отношений. Вот когда вам помешал, допустим, ваш характер, ваш нрав? В общем, я встретила человека, который меня сначала не очень-то заинтересовал. То есть мы сошлись на фоне музыки. Он музыкант. И мы сначала дружили. Дружили там неделю-две. Как-то мы с ним виделись там, что-то музычка у нас, значит. Треки какие-то записывали, сочиняли. Все это было прекрасно. А потом я поняла, что я влюбилась. И поняла, что больше я никого не хочу ни видеть, ни слышать. Раньше бы только он. И у вас завязались отношения? Да. Его поведение было таким, которое я себе рисовала. То есть это были действительно, это были сюрпризы. Это было отношение ко мне. Он не старше вас, свободен? Нет, не старше меня. Он старше меня всего на один год. Дорогие сюрпризы-то? Какие подарки ты дарила? Ну, вот как пример, я однажды утром я иду в душ, и выхожу, он закрывает мне глаза, я захожу в комнату, и он знает, что я люблю рисовать. Я захожу в комнату и вижу, что без такой комнаты у меня просто студия художественная. У меня стоит два мольберта, наборы красок. Ой, это дорогое удовольствие, это мольберта, это с красками, это сейчас дорого-то. Очень приятно, что рассказывает обо мне с любовью, и прям чувствуется, что любит до сих пор. Да, мне кажется, есть чувство, не все потеряно. Но в то же время этот человек заставил меня стать домашней. Я научилась даже варить борщ, я научилась готовить. А вы вместе жили? Да, мы начали жить вместе. На его территории? Да, на его территории. А у него квартира, да? Да, квартира. Ой, какой хороший. И мы жили на его территории, и я начала понимать, что... Дело идет к свадьбе. Да. Ну, а что потом произошло? А потом произошел такой момент, я участвовала в съемках определенный момент в своей жизни. Там небольшие такие просто съемочки, молодежные, как бы ерунда на самом деле. Типа это реальти, что ли? Ну, нет, 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 это не реальти, это был такой ролик. Ну, это ей показалось, что там ничего особенного. Но мой молодой человек увидел, в общем, в этом ролике там, ну, я в щечку целую, значит, и вот он увидел это дело. Я вскипел после той ситуации, конечно, сложно было. Потому что он нормально отреагирует. Он говорит, если ты, я еще помимо этого, и там, мне нравится петь, мне нравится там вот эти писать, ну, как бы это больше увлечение. Но он мне говорит, если ты хочешь серьезной семейной жизни от всех этих увлечений, откажись. Почему я изначально и сказала, что для меня важно, чтобы вот это вот мое что-то было, у меня, ну, что оно есть, что оно осталось. Маша, послушайте, вы взрослая баба, вам 24-й год. Да. Взрослая. Да. И вы какой-то мне сейчас сидите, я думаю, в чем у меня растекается мозг? У меня вот прямо вот, я никак ничего не могу собрать. А вы рассказываете, как будто вам лет 11. Ну, все равно, да, немножко какой-то детской ситуации так отдает. Из-за этого разве, если у людей отношения могут прерваться? Да я просто испугалась, Лариса. Я же вам говорю, я услышала про эту свадьбу, про все. И у меня вот, как у ребенка, на меня напало, что я боюсь, я не могу, боже мой, как это так? То есть у меня вот такая моментальная, единовременная просто паника. Боитесь чего? Я собралась и уехала. Послушайте, вы приехали в Москву, ни кола, ни двора, ни денег, ни папы рядом, ни мамы. Да. Вас влюбляется в москвич. Так у меня не было такой цели влюбиться. Она воритировалась. По весь лет женщины это уговаривают. И что-то вы прямо как Джулия Робертс из фильма «Сбежавшая невеста». Понимаете? Ну вот так получилось. Да нет, ну слушайте, это может себе такой роскошь позволить девочке, у которой же дофига все там. Ну до этого вы как? Вы же нормально неужели? Понятно сначала. А тут это был какой-то букетный период. Немножко глупые ситуации. Не до конца ясные, конечно. Сейчас я уже понимаю, да, что не стоило на этой ситуации. Я считаю, что никто из здравомыслящих людей от счастья убегать не будет. И если человек все-таки утверждает, что он от счастья убегает, как вы, это значит, что есть внутренние комплексы. Есть некая дезорганизация внутри этого человека. Либо есть какая-то тайна, и этот человек боится, что если случится брак, эта тайна откроется, будут проблемы. Нет, слава тебе, Господи, тайны у меня нет. Может быть, знаете, я вот как думаю, я анализировала, мне кажется, что в первую очередь сыграл такой момент, что я очень много работала. С 10 утра до 3 часов ночи бывало такое, что и без выходных, понимаете? Да, потому что приезжие так живут в Москве. И тут может быть именно вот этот переломный момент, что я такая уставшая была от всего, и все. И этот скандал произошел, может быть, на этом фоне, понимаете? Я просто вот так вот раз и все бросила. Я вообще, если честно, не понимаю, о чем речь сейчас вообще, о чем она говорит. Момент, почему убежала от счастья. Ну, она, знаешь, работала, типа вот я сама заработала себе, и типа мужик меня не будет гнуть. Но в этом возрасте так все быстро проходит, так все быстро забывается. И обиды вот такие, которые вам как будто бы нанесли, они должны были вскользь пройти. Да, ну просто слишком мало времени прошло. Ну, преревновал, что тоже нормально в этом возрасте. Он вас преревновал, значит, любит. Почему вы сбежали от такого хорошего? Я понимаю, там, если бы вы жили этим самым своим творчеством, как вы говорите. Лариса, мне потом просто сидело... Схватилась за голову, я надеюсь, это про меня было. Пожалуйста. Пытались потом его вернуть, как-то объяснить. Ну, как девчонки все плачут по телефону и говорят, Надька, я сейчас позвони, мне скажи, что я пьяная, здесь лежу на Тверской. Пусть перед меня заберет, да, сбитая, там, избитая. Ну что ты, умоляю тебя, дышали в трубку, там, по ночам. Я дышала, Рейс. Я приехала, когда оказалась дома на этой темной квартире, я реально схватилась за голову, поняла, что я вообще натворила. Но... Да что же вы натворили такого? Ну, я имею в виду то, что вот зачем я от него ушла, зачем я это сделала? Ну, у нее прям глаза на мокром месте все. Ну, блин, как бы ее не довели сейчас до слез. Хорошо, если бы все прокрутить назад, то... Хотели бы быть с ним? Я бы, может быть, если вернуть время назад, если бы он мне не ставил этих рамок, если... Ну, вот то... Ну, какие он вам рамки ставил? Мария, послушайте, вы ненавидите одиночество, а мужчины не любят чеканутых барышень, которые не знают, чего хотят. Это женщины, которые знают, чего они хотят. Мужчины не любят вот эти вот, понимаете, стрекозьи выпады. Я знаю, чего я хочу. Пожалуйста. Я хочу любить, быть любимой, я хочу семью, двоих детей, домик в Испании. Это в идеале моя мечта. В первую очередь, для меня важнее семья, а не карьера. Я не из тех женщин, которые... То есть вы будете сидеть дома? Да, я готова сидеть дома, если это будет необходимо. То есть пока у вас будет кипеть белье в тазу, и вы, подперев, так сказать, рукой бедро, и задрав подолз, чтобы не было так жарко, помешивая палкой вот это самое белье, будете творить. Согласны? Если у меня не будет возможности и работать, и делать это, я с удовольствием буду это делать. Она очень хозяйственная, на самом деле. Для нее там варить суп, или приготовить, покушать, для нее это всегда удовольствие. Ну, что я могу сказать, ни одному слову-то я не поверила, значит, я вам, знаете, кого искать буду? Я вам буду искать богатого подкаблучника. Мне не нужен такой мужчина. Да как не нужен? Не нужен, какая прелесть. Богатый подкаблучник. Мой же мой. Вымерущие ты. Вымерающие. Вымерающие богатые подкаблучники. Я ваша. Те люди, и женщины, и мужчины, которые родились в районе дня зимнего солнцестояния, 21-22 декабря, как вы, первую часть жизни плутают в потьмах. Это такая особая точка года, когда, сами знаете, день самый короткий, а ночь самая длинная. Ну, начиная с этого момента времени, начинает прибавляться. Света, мне кажется, что вы уже дошли до той точки для того, чтобы начать жить не в темноте, а осознавать. Очень хочу, чтобы наша программа сегодня такой стала. У вас осталось немного времени для того, чтобы познакомиться. Где-то примерно полгодика. Потому что потом, начиная с 2013 года, в вашей жизни период, когда мужчины будут более фальшивыми, чем настоящими. Поэтому спешите. Я считаю, что сегодня наша программа для вас в каком-то смысле слова – выход. Вот сейчас возможность знакомиться. Знакомьтесь. Спасибо. Давайте будьте активны, будьте внимательны к тем, кто придет за вас бороться. Вы тоже, Надежда, помогаете. Да, будем стараться помочь. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Мария. Идите, знакомьтесь с первым женихом. Удачи. Привет. Привет. Я Алексей. Я, когда шел сюда, даже не думал, что найду такую родственную душу. Пойдем познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. Слабовато. Слабовато для приветствия. Слабовато. Подожди, сейчас парень покажет себя в разговоре. Здравствуйте. Здравствуйте. С кем вы? Я со своими друзьями. Снежана, Стас. И мы все стрельцы. Да, кстати, все стрельцы. Я не хочу откладывать один момент, потому что я попал сегодня, мне кажется, в такую обстановку, где настолько очаровательные женщины. Мне кажется, уж точно вы должны быть сегодня уйти с цветами. Ой, приятно. Василиса. Спасибо. Лариса. Спасибо. Ну и Розе. Розы. Спасибо большое. Ну, подмазался ко всем, чтобы они не валили его в рожь. Подмазался ко всем. Давайте на вас посмотрим. Давай. Алексей, 28 лет. Ведущий менеджер в банке. Гордится тем, что спас тонущую девушку. Жалеет, что в юности много бездельничал. Мечтает заняться производством модной одежды. Считает себя эгоистом. Боится серьезных отношений. У Алексея было много случайных связей и непродолжительных романов. Алексей легко вступает в отношения и легко их прекращает. Надеется, что Мария заставит его сердце биться чаще. Ну, я не знаю, что у вас там. Пусть я читала вашу историю, ничего не поняла. Никаких серьезных отношений у вас не было. Чего вы боитесь-то? Нет, я с вами поспорю. У меня было, наверное, двое серьезных, более глубоких отношений. Наверное, больше я разбивал сердца. Шли вы по руинам из разбитых женских сердец. Собственно говоря, встретил девушку, познакомились. Вроде бы никаких обязательств перед друг другом. На курорте. На курорте, да. И мы с Василием обрели друг друга, как из известного фильма «Любовь и голуби». Возвращались уже как, наверное, молодожены. И были планы вместе жить, вместе, наверное, создавать вот эту ячейку общества. Но... А вы ее как хотели создавать? Штамп хотели поставить? Ну, на тот момент я был еще пока молод. Было мне порядком 23 лет. И я еще был не готов. Ну, да, мне хотелось еще все-таки, наверное, какую-то вот эту лавстори поиграть. Хотелось... Ну, поиграли? Ну, поиграл. 8 месяцев аж. Да. А потом что, девочка стала вас к ЗАГСу подталкивать? Она встала на одну карьеру и сказала, быть мы и можем. А он убежал. Прекрасная блюнгильда. Ну, а что бы хотели от парня 23 года, чтобы он прям все бросил, вам и в ЗАГС побежал? Я, Леш, на вашей стороне, я вас понимаю. Спасибо. Для того, чтобы мужчина не делал и не совершал ошибок во взрослой жизни, нужно дать возможность нагуляться, посравнивать. Неужели он за столько времени еще не насравнивался? Ну, сейчас уже нет страха перед браком? Ну, я хочу сказать, что так как... Уже как бы и возраст подходит, да? И уже какой-то определенный опыт и общение, и вот этих любовных историй. Много было? От этого устаешь. Устали? И я уже даже, например, посматриваю на детей, и мне как-то грустно. Ой, какой молодец. Первый человек, который говорит. А это первый звоночник. Молодец. Хочу мальчишку. Ой, какая умница. Пусть будет похож на нее. Мой зайчик. Вот все, значит, созрел, пацан. Созрел. Мне кажется, ему на все плевать. Такая какая-то очень. Слишком твердость. Образование-то есть? Есть образование. Ну, работа у вас неплохая. Работа у меня, да, серьезная. Работа в банке. Ну что, квартиру снимать? Ничего страшного. Ну, родители же здесь живут у вас. Родители у меня из Подмосковья. Там мы сдаем квартиру, и на эти средства я снимаю здесь. Да, ну, по-моему, в возрасте можно самому себе дом снимать. Какие вам девушки не нравятся? Не приемлю хабалистость, борзость. На мой взгляд, девушка должна быть девушкой, утонченной. Она должна быть моей музой. Я должен ее боготворить, конечно же, любить. А капризность? Капризность можно. Можно кокетство. Моя муза, она должна, она, она. Ты за себя что-нибудь скажи, ну, что бы ты сделал. Да, да, она, она. Я бы посмотрела на сюрприз, который вы приготовили. Пойдем. Маша, когда люди встречаются, у них появляются какие-то общие вещи. И я хочу, чтобы у нас сегодня появилась первая общая фотография. И я надеюсь, что она не последняя. Мой друг Станислав нас сфотографирует. Готовы? Да, зафиксирует нашу встречу. Давай. Я, кажется, догадываюсь, что у нас эта фотография вокруг себе ее заберет. Это что у нас с ней делать еще будет? Я предлагаю нам вместе собрать фоторамку, которая, вполне возможно, займет место возле предкроватной тумбочки. Ну, давай попробуем. Совсем все просто. Заготовка лицевой стороны. Мне кажется, кабинетом ошибся. Это урок труда для первоклассников. Леш, почитайте лучше на вскидку свои стихи, которые вы пишете. Можно твою руку? Да. Маш, я запомню этот день навсегда, потому что он познакомил тебя и меня. Я утонул сегодня в твоих глазах. Впервые тебя увидел в своих мечтах. Ну, вы меня только врасплох застали. Понятно. Это провал, друг мой. Спасибо. На мечтах тоже неплохо было остановиться. Боже мой, молодец. Ну, меня врасплох, конечно, застали. Нет, ну, Малыш, ты просто разруновался очень сильно. Ну да, да, да. Хорошо, я уверена, что тебе понравился очень. Спасибо. Вот я, честно, ничего не понимаю. 30 лет на носу. Да. Что за поколение такое? Это как герой Чехова, который кричал, боже мой, мне скоро 30 лет, я ничего не успел, я ничего не сделал. А что сейчас за время такое? Почему вы все себя ведёте, ну, вам, простите, вам 23 года и то, как маленькие мальчики и маленькие девочки? Это же уже такой солидный возраст. Я чего-то не понимаю, объясни мне, пожалуйста. Да я просто сижу сама в шоке от происходящего, я честно скажу. Мальчик-зайчик. Ничего не понимаю. У вас такое милость вообще не было вообще. Она, наверное, посчитала, что не солидно всё это. Вот понимаешь, когда совершенно не затуманен взор, нет никакой печали в лице, ничто не беспокоит, ничто тебя не терзает. Вот как-то вот прямо, знаешь, вот на свой флажок, на красненький, вот прямо в матроске. Любуюсь, я гляжу и жу-жу-жу. Вот что-то такое вот. Не, ну что такое? Припустила, да, да, да. А мужланов, что ли, быгла конкретная? А что за какой-то дурацкий этот сюрприз? Покажите мне. Значит, в фотографии какая-то совершенно дебилоидная рама. Семечка, можно я посмотрю? Это, знаете, муж читает стихи, а женат вот это, мастерит рамку. Покажите, пожалуйста. Просто какая-то гадость, а не сюрприз. Ну они просто зажрались, я бы сказал бы так. Что им тут, бриллианты, машины привыкли? Что за брестку примечивный подарок вообще? Мария, когда человек, даже до 28 лет и не может складно рассказать ни одну историю, никто его не побеспокоил, никто ему не нанёс сердечные раны. Значит, он настолько любит себя и всё то, что он, знаешь, чур меня, чур меня, вот это плохое, это вы мне не рассказываете. Я боюсь, что и в браке он не будет заморачиваться. Ужасно жить с человеком, который так себя любит и так холоден. Потому что когда-то захочется сострадания, когда-то захочется какого-то участия. А есть люди, но они есть, и они будут и в старости такие, которые будут говорить, не надо, это меня не касается. Меня это печалит. Ну нет, Йога у нас не нарцисс, между прочим, абсолютно. Ларис, он, к счастью, несовершенно бесчувственный, и он достаточно мягок и обходителен в общении, и это достаточно приятно. В нём есть потенциал и сочиня, но я не увидела готовности к браку и к серьёзным отношениям по его собственным меркам. Понимаешь, по его собственным меркам даже нету. А должна появиться та женщина, которая просто вызовет в нём это желание, и всё. Да, малыш, так же ведь? Малыш, и всё равно я малыш, да? Идите и знакомьтесь с старым женихом. Здравствуй, очень рад с тобой познакомиться. Надеюсь, у нас будет много общих интересов. Хорошо, буду знакомы. Здравствуйте, Константин. Да, здравствуйте. Кем вы? Очень приятно. Это Михаил, мой одноклассник и друг. Здравствуйте, вас посмотрим. Константин, 24 года. Редактор в крупном издательстве. Мечтает заняться рекламным бизнесом, гордиться тем, что похудел на 10 килограммов и отучил всех своих девушек курить. Предупреждает, что боится навязчивых женщин. Девушка Константина заполнила собой всё его личное пространство и требовала на ней жениться. Надеется, что Мария будет более сдержана в проявлении своих чувств. Девушка Константин, 24 года. Да. Не рановато жениться? Ну, я считаю, что как бы тут не зависит ничего от возраста, зависит от состояния души. То есть кому-то там вовремя жениться ещё там 16 лет, а кому-то и в 30 рановато. Вот у вас была девушка, и вы сказали, что она заполняла всё ваше пространство, вас это не устраивало, и поэтому вы с ней расстались. Знаете, она заполняла более, даже, можно сказать, маниакально. То есть она поступила со мной в один институт на ту же кафедру, в которой я учился. Ходила со мной на права учиться. То есть как бы прям... Ну, это же, Костя Сеси, послушайте, ну когда, послушайте, когда любит, хочется 24 часа быть рядом. Я не хочу. Я хочу, чтобы человек, который был со мной, он оставался личностью своей. То есть мне интересно с личностью общаться, а не с моей какой-то копией и преследовать. А может быть, она была просто молода слишком? Возможно. А вы знаете, да, Константин, как переводится? Да, постоянный. Да, вы постоянный. Да. Я, на самом деле, вот как бы, она меня тоже ревновала очень много ко всем, то есть беспочвенно, на мой взгляд. А вы повод его не давали? Я повод не давал, потому что, я говорю, вот самый ярчайший пример ревности, это был, когда я шёл по институту вместе с ней за руку. Значит, навстречу мне однокурсница идёт. Я ей говорю вот так. Ну, я позитивный человек по жизни, поэтому я говорю, привет! У вас что-то с ней было. Вот так. Потом мы с ней делали, я ей делал английский язык, она мне делала там, по-моему, черчение в институте. Вот. И получалось так, что она мне написала смс-ку, чтобы я ей помог сделать с какими-то там занятиями, и она мне написала, помоги своей любимой однокурснице. А что это за вольность, которая она себе позволила? Ну да, тем более, если у вас есть девушка, это однозначно смелая. Я согласен. А девушка прочитала, что ли? Она прочитала, да. Вот я тоже не особо люблю, когда читают мои какие-то переписки вне меня. Я говорю, девушку надо в кулаке держать, как подсказывает опыт. А как расстались ты, из-за чего? Там было, опять же, уже в конце, мы уже с ней много ругались, и она мне часто кидала словами, тоже не люблю, когда кидают словами на ветер. Она кидала словами, а-ля, давай расстанемся, там какая-то малейшая наша ссора, и она говорила, все, мы расстаемся. И вот вы однажды сказали окей? Однажды я сказал окей, и она очень-очень тяжко это восприняла, потому что она не ожидала, чтобы она, я серьезно это воспринял. Правильно, девочки, уходя, уходите. Да. Их, Костя, Костя, что за вопрос? А вот это вопрос, девочки. Вот как молодым девчонкам отличить навязчивость от инициативы? Вот наш герой говорит, не люблю навязчивых, но вы же любите инициативных женщин? Да, конечно. Ну где инициатива заканчивается и начинается навязчивость? Мне кажется, в его случае, везде навязчивость. У него инициатива сейчас вот здесь, а навязчивость вот тут. Я считаю, что это должно быть предложение, а не на, не вот, пойдем туда и пойдем. Не ультимативное. Я считаю, что... То есть все должно решаться вместе, мне кажется. А я считаю, что 90% инициатив должны исходить от мужчины. Согласен. Где жить? Родить ребенка? Какая должна быть свадьба? Как планировать отпуск? Ну хорошо, что вам 24 года, что вас не удалось вот так вот опутать, женить, родить. Да. А вот я тут в анкете у вас читала, что у вас прям такие страсти были в электричке, что ли? Прям на людях, что ли, этим занимались? Нет, нет, людей, конечно, не было. Это была ночная электричка. Про что сейчас, Рос? Про секс. Дормози, про секс разговаривай. А, секс? Он у него был. А зачем тебе это? Ну, хотелось бы знать, часто у него такие вот эти странности возникают? Это зависит от строения, у меня нет маниакальной такой... Просто в 20 лет, когда негде. Под каждым кустом стол и дом, извини меня. Девчонки, есть какие-то вопросы у вас? Я здесь так рьяно говорила о своих хобби, о своих увлечениях. Может быть, вы скажете какие-то вещи, которые вам очень интересны в этой жизни? Мое увлечение, ну, самое приятное для меня это спорт. То есть я занимаюсь сейчас от фитнес, плавание, футбол, баскетбол, волейбол. То есть я это все люблю, но в институте я более-менее полупрофессионально занимался плаванием. Константин, вы педант. Да, есть такое. А в чем выражается ваша футбол? Какая-то вот... Я очень много... Я, в принципе, творческий тоже человек. То есть я сам дизайнер по образованию. Но у меня есть такие бзики по поводу каких-то вещей не на месте. Я привык, что, допустим, у меня здесь удобно, вот здесь это, а здесь это. Фетиш, наверное, как какой-нибудь себе уже надумал. Мария, вам Константин приготовил какой-то сюрприз. Проходите. Мне друг в этом поможет. С другом будет сюрприз. Слушай, ну, сюрприз втроем, это интересно, конечно. Мария, у меня такое хобби есть, как я делаю шоу мыльных пузырей. Смотрите. 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 А вот, что это с маклайпсом. Спит. Какие молодцы ребята Слушай, это шокирует Гвоздь нашей программы Приглашу вас встать под наш круг Это будет полное погружение В обмыльный пузырь У меня, Константин, вопрос Не будет ли у меня потом мокрым платьем Сейчас тебя обмыль отмахнет Сейчас она будет Вся в мыле такая Вся харчма Долой расчетливость Где ваша романтичность Зачем она? Какая романтичность, если платье дорогое Вы двигайтесь Еще раз Спасибо большое Это было очень красиво Спасибо Спасибо, парни, возвращайтесь в свою комнату Ну что, как ты думаешь Понравился ее или нет? Думаю, что нет Да, как-то холодно Очень холодно восприняла Что скажете, Надежда? Мне сюрприз очень понравился А Константин? Константин, ну, тоже такой Мальчик-зайчик Детский садик Нет, он не зайчик Чужой Ему 24 года Знаете, как я вам скажу Что он очень хороший Положительный Серьезный Какой же тогда он зайчик? Ну, ты внешний зайчик, но внутри-то очень серьезный Прекрасный возраст для того, чтобы жениться Просто сейчас немножко сместилось понятие, когда пора Да, хороший парень Кстати, так же, как и вы Он занимается тем, что нравится Вот, закончил на дизайнер А это такая хорошая профессия Всегда прокормит, если что Так что он вас поймет А Василиса? Мария похожа на тот тип женщины, который ему может понравиться Но Мария настолько потухла, когда мы здесь беседовали Что я даже и не анализирую совместимость Не говорю об этом Вы настолько ушли в себя Вы настолько из открытой Стали рефлексирующей Грустной, подавленной Что мне даже страшно Да, вот почему-то она стала подавленной Давай поженимся теперь в вашем мобильном Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время Совсем скоро невесте предстоит третье свидание После рекламы Смотрина продолжится Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся Я предлагаю Марии встретиться С третьим женихом Проходите АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Маша, привет! Я пришел, чтобы увести тебя целом АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Василий. Это мой друг Иван. А что у вас такое? Что у вас такое? Вы побледнели. Так вы не Виктор? У меня Виктор написано. Нет, я не Виктор. Я попросил съемочную группу завуалировать мое появление, чтобы сделать сюрприз для Марии. Она же сейчас заплачет. Он какой-то как егерь. Что с вами происходит? Я просто очень сильно волнуюсь. Из-за чего? Василий это тот самый человек, от которого я сбежала. Вы не знали, что он придет? Нет. И меня не предупредили? Вы у меня проходите как Виктор. А как вы узнали, что будет Мария на программе? На самом деле, есть у некоторых людей такое качество, это болтливость. И именно благодаря этому качеству один из знакомых Машиных рассказал мне то, что она идет на программу. И я понял то, что я должен прийти за ней, я должен сделать ей сюрприз. Офигеть. Кто это еще? Музыкант ее. Наверное, да, который есть. Как она его любит. Василий, давайте пока Мария успокаивается, посмотрим на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Снялась в видеоролике. И там какой-то был невинный поцелуй в щеку. Я об этом знал, о том, что она снялась, то есть нормально, все дела там. Она мне рассказала об этом. Я скептически относился к этим съемкам. Ну, да, в силу ревности. Ревность я могу приравнять приравнять к своей глупости. Что-то он слишком ревнивый тогда в этом случае. Она его боится. Прямо по ней видно. Может быть, он ее любил, да? Она просто целовалась с молодым человеком. За сос, что ли? Нет, молодой человек ее целовал, но это было очень вульгарно. То есть не просто вот в щечку, а прямо вот облизывал ее. И я даже сейчас вспоминаю, у меня трясутся руки. Представляете, как для меня... облизывал, там не было такого. Вы знаете, щеку можно посылать по-разному. Нет, она его выберет. Мне тоже так кажется. Выберет-выберет. Она любит его. Она даже когда рассказывала про него с такой теплотой, с такой нежностью. Василий, вы заявили в ролике, что будете только с той женщиной, которая все будет делать по-вашему. То есть она должна у вас беззаговорочно слушаться. С чего это вдруг? Есть такая вещь, как мужчина и женщина. И мужчина должен быть мужчиной. Если мужчина сказал так, значит будет так. Мужчина должен содержать семью, мужчина должен заботиться о своей семье, о женщине, о детях. В конце концов, да, это его репутация в кругу других мужчин. Конкретно, что будет непозволительно в вашей будущей семье? Ну, непозволительно, никакие измены, флирт. Вот у нас в шоу-бизнесе, как приходишь на тусовку, все целуются. Знаю, но... Ну, это можно или нельзя? Или она должна говорить, нет, извините, вот я только руки пожимаю. А остаться ночевать у друга, то есть это даже, как говорится, об этом даже не будем заикаться, что ли? Нет. Ну, в общем, и правильно. Я вас больше, чем кто бы ты ни был, понимаю. Так вы ревнивите, я вам хочу сказать. Да, дело не в том, что я ревнивец. Я мужчина, и для меня это абсолютное неуважение ко мне, как к мужчине. Хорошо, а вы в свою очередь тоже, наверное, будете вести себя прилично? Я не буду, я веду себя прилично. Мне кажется, я тоже повел себя, как девочка, когда спылил. Я считаю, что мужчина, настоящий мужчина, должен держать свои эмоции под контролем своим. Ребята, как вы считаете, возможно реанимировать ваши отношения? Вот сами. Может быть, вы правда не знаете, как выйти из этого? Спрашивайте, отвечаем. Я знаю, как выйти из этой ситуации. Ситуация заключалась в том, что, в принципе, ссора была из-за моей глупости, потому что, да, было, наверное, недоверие и так далее. Может быть, я слишком резко это воспринял, спылил. Я хотел бы сказать одну вещь. Я пересмотрел свои взгляды и я понял то, что моя любовь, она в приоритете над глупыми, абсолютно никчемными ситуациями, которые, я считаю, просто нет смысла из-за какой-то ерунды. Ну, я понял ошибку и главное понять и переосмыслить и сделать выводы. Это есть мудрость. И я этой мудрости научился. Василий, вы знаете, как можно одним неосторожным словом разрушить все, потому что отношения между мужчиной и женщиной так хрупкие, так нужно к этому осторожно относиться. И вам, Мария, будьте... я хотела сейчас сказать, что я знаю его, я понимаю, просто, чего стоило Вася прийти сегодня сюда. Потому что, вот, Вася и, например, эта программа, они не укладывались в моей голове и обычно, то есть, он человек другой, он не смотрит практически телевизор, он совсем живет другой жизнью. И для меня вообще, просто это, это абсолютнейший шок. А для меня будет шоком, когда я посмотрю на ваш сюрприз. Проходите, пожалуйста. Я вам не дам. Маша, я знаю, что ты очень любишь тюльпаны, но, к сожалению, я не нашел тюльпанов, поэтому я решил выразить любовь так, как ее принято выражать в цветах. Это алые розы. Спасибо. И очень тяжелые, осторожные. И вторая часть моего сюрприза. Предложение сделает, как ее наш. Долсон. Если он не сделает, значит, провал. Я не знал, как выразить свои чувства к тебе, но я подумал и нашел способ и выразил я их вот таким вот образом. Теперь ты внутри моего сердца и снаружи, возле моего сердца ты моя жизнь, ты моя любовь. Это Мария. Вась, а что там написал-то? Я не вижу отсюда. Одна жизнь, одна любовь. У меня прям вражки, ребят. Ну, вообще, круто, круто. Реально, очень круто. Молодец, мужик. Молодец. Что вы на нас-то смотрите? На чем вы смотрите? Маша, вы как каменная жопа стоите. Сделайте что-нибудь. Я в шоке стою. Я в ступенье делала. Вот сделайте что-нибудь. Я сейчас сам стою как каменная жопа, на самом деле. Поэтому просто обниму тебя. Я люблю тебя. Все, парни, вам придется все равно уйти в свою комнату. Пока, по крайней мере. Пока. А вы к нам. Спасибо. Ох, это было так тяжело. Ну что, Надежда, ожидали? Я вообще в шоке. Я, во-первых, как бы вижу его первый раз. Дайте оценку этой истории, этому поступку. Я считаю, что здесь уже не нужно выбирать. Это очевидно. А вот эти заявления, должно быть все по-моему, со мной нужно считаться, как скажу, так и будет. Не будет повторяться ситуация. Не замучает ее, нет? Мне кажется, эта ситуация его научила чему-то. Нет, ревнивцев в жизни учит. Ваши чувства, что вы думаете? Когда я его увидела, у меня вот так просто все внутри. Есть чувство близкое к любви, есть благодарность, есть жалость. Никакой жалости ни в коем случае к этому человеку я никогда не испытывала. Вы его любите? Это такой простой вопрос. Вы его любите? Роза, как тебе, Василий? Веришь ему? Веришь, что человек может меняться? Я, в принципе, не вижу каких-то преград. Женщина любит, мужчина кается, делает поступки. Почему бы не... Да, мужчина редко совершает поступки, и это дорогого стоит. Я вот хочу узнать, как по звездам, Василиса. Я удивлена вашему выбору вообще. Я удивлена, что какое-то время своей жизни вы с этим человеком провели. Потому что, несмотря на все его очевидные достоинства, это человек совершенно не вашего типа. Он очень сложно устроен, вы про это знаете. А на что им нужно в своих отношениях обратить внимание, если у них все сложится? Ну, Марии, наверное, на то, что придется очень многое терпеть, прежде всего. И терпеть имеет смысл только ради любви, потому что вы понимаете, что он мстительный, что помимо ревности, у него есть еще куча всяких вещей, которые его цепляют. Ведь не только ревность, он действительно вспыльчивый. Я не такой. Он не очень простой на свой злой. Что-то совпадает, но что-то, ну, чуть-чуть, то есть... Звезды ваши друг друга не любят, даже если любите друг друга вы. мы видели всех претендентов, которые сегодня боролись за сердце Марии. И очень скоро мы узнаем, кого же она все-таки выберет. Оставайтесь с вами. И все-таки, Надежда, как вам кажется, вот пройдет какое-то время, будет счастлива Маша с Василием? Очень бы хотелось, чтобы Маша стала спокойнее, приструнилась и прям лакошечкой такой. Может, она все-таки не сюда зайдет, Вася? Как ты думаешь? Я не переживу, мне кажется. Своими цветами зайдет к первому, например. Ему подарят, чтобы он. Вы счастливы? Я вообще в шоке. Я абсолютно счастлива от того, что он так сделал, от того, что он здесь, от того, что я его видела. Руза? Помните о том, что в любви, особенно в отношениях уже между мужем и женой, чувство не нужно тренировать. Они у Вас и так есть. Попытайтесь тренировать свою голову. Я сама жила с ревнивцем, правда. Я знаю, что это такое. Это очень тяжело, и не у каждой женщины это хватает. Но если любовь, ну дай Бог, как говорится. Спасибо. Маша, пообещайте мне, как бы ни сложились ваши отношения, чтобы не было через год, это же не трудно заехать к нам сюда на программу. Мне будет очень интересно узнать, как будут развиваться ваши отношения. Да, обязательно. Они будут прекрасно развиваться, только пускай нас сюда дадут. Слушайте свое сердце и уже идите. Делайте что-нибудь. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс с их номером по телефону 4-4. Равшан, 30 лет, номер 2105. Прораб в строительной компании. Любит готовить и отдыхать на природе. Предупреждает, что он разбрасывает вещи по дому. Познакомится с доброй и спокойной девушкой, внешне похожую на царицу Клеопатру. Алексей, 32 года, номер 2106. Военный в звании капитана. Бегает по утрам и любит загорать на пляже. Предупреждает, что много времени проводит на работе. Познакомится с яркой и стройной девушкой, которая любит носить платья и высокие каблуки. Я не знаю, что сейчас произойдет. С кем выйдет Маша? Откуда она выйдет? Я на самом деле очень волнуюсь и приглашаю всех выйти, чтобы меня поддержать. Выходите. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давай пожарить и любит тебя. Я люблю тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас, правда, есть пара. Мария и Василий. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте это мы с именем героя на номер 4 четверки. Я Лариса Гузлеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай пожарим с вами. Спасибо. Спасибо. Первый раз попробовал в скирде сене. Мне так понравилось. А зачем сейчас жениться? Жениться? Ну-ка, мне нужно быть, что я не могу быть женщиной. Я уже за свои 45 лет накувыркалась. Он один раз меня обнял, и я поняла, что я от него больше не оторвусь. У нас Валентин половой гигант. Ну, по кличке неутомимый. Вот это меня смущает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...